За последние годы в сфере здравоохранения Беларуси достигнуто немало. Введены и продолжают внедряться новые технологии. Проведена реконструкция и переснащение операционных блоков, а также реанимационных отделений. Практически все крупные больницы оснащены специальным оборудованием для проведения томографии, так называемой нейровизуализации. Стали доступными современные лечебные средства для интенсивной терапии и анестезии. Приятно отметить, что на должном уровне комплектован штат сотрудников, а значит результаты лечения стали гораздо эффективней. Брест является одним из флагманов, наверное, отечественного нашего здравоохранения. Тот регион, где интенсивно развивается, все знают, и трансплантология, развиваются и другие направления, в том числе и то направление, которое мы сегодня будем обсуждать. Я имею в виду нейрохирургия, неврология и лечение пациентов с тяжелой травмой. Мы смотрим все очень неплохо по лечению нейротравмы, нейроинфекции. У нас неплохая выживаемость таких пациентов благодаря нашим администрациям. Почему? Потому что за этот год закуплено оборудование, очень современное оборудование, которое дает только доказательные принципы лечения таких поражений. На международной конференции профессионалы своего дела, нейрохирурги и анестезиологи из Беларуси, России, Польши и Казахстана делились опытом своего каждодневного труда. И вместе с тем оценивали работу коллег, чтобы в дальнейшем знать, какие медицинские новшества могут помочь пациентам. Ведь медицина развивается, появляются прогрессивные методы лечения. А такой опыт, как международная конференция, позволяет ориентироваться в инновационных технологиях и использовать их в своей практике. Основная и демографически значимая проблема в республике, как и во всем мире, это проблема лечения черепно-мозговой травмы. По данным Всемирной организации здравоохранения, травматизм растет где-то до 2% в год. В Беларуси, если брать сколько человек, допустим, у нас попадает черепно-мозговой травмы, это взрослых до 10, детей до 15, на тысячу населения ежегодно. То есть достаточно много этих пациентов. Наша научная работа, мы провели пилотный проект по использованию гемофильтрации при лечении острого ященического инсульта с положительным эффектом. И сейчас подали на экспертизу зарубежным экспертам в нашей стране сейчас такие правила. Мы получили положительную оценку зарубежных экспертов и будем подавать на финансирование, чтобы продолжить нашу научную работу. Каждый день перед нами стелится широкая дорога возможностей, а вместе с тем и опасностей. Никто из нас не застрахован от бытового или дорожно-транспортного травматизма, способного привести к самым плачевным последствиям и даже гибели. И только опытный врач, вовремя оказавшись рядом с определенным багажом современных знаний, полученных, быть может, и на таких конференциях, поможет спасти жизнь.